Тут примечательно послушать мнение реального водителя из России, который вот купил себе «Ладу Ауру». Что он об этом думает? Давайте посмотрим коротко, а потом Игоря Эйдмана ждем в студии. Новое автолазовское чудо не завелось во время Петербургского международного экономического форума. Не-не-не, все на месте, мальчик. Не заводится? Ну, это прототип. Подождите. Не люблю смеяться над чужим горем, но это трэшара. Короче, автолаз решил похвастаться перед кремлевской знатью телегой за 24 тысячи американских баксов. Ну, по типу презентация импортозамещения. Ну, и вот, собственно, Игорь Эйдман появляется в нашем эфире. И социолог, публицист, которого вы хорошо знаете. Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер. Скажите, россияне верят, что советский автопром – это классно, что вполне можно променять иномарку на «Ладу Ауру»? Или это все понты для внутреннего окружения, который должен иметь при себе каждый хороший диктатор, скажем так, не хороший, а успешный? Ну, понимаете, россияне им просто другого не остается. Приходится опять переходить на продукцию отечественного, ну и плюс китайского автопрома. То есть, скажем так, это просто подслачают ту пилюлю, которую неизбежно приходится принять. Ну, как бы нету иномарок из наиболее известных автомобильных держав, наиболее успешных, приходится хвалить, расхваливать, рекламировать то, что есть. То есть, фактически российские машины, да, автомобили с китайской начинкой, плюс еще, конечно, главные сейчас машины, автомобили, которые продаются в России, это китайские. Но, кстати, здесь тоже возникли проблемы. Китай, конечно, санкции не вводит, но китайские банки вынуждены считаться санкциями, и поэтому расчеты с китайскими поставщиками все более сложные, и это бьет по китайскому экспорту, прежде всего, и в том числе автомобилей. Так что с этим тоже не все в порядке. Но вот есть автоваз, есть еще газ, качество их работы россиянам известно. И здесь даже, понимаете, есть обычно такой раскол во мнениях в стране, вот как бы более продвинутые люди, которые пользуются интернетом, социальными сетями, ютубом, они лучше знают ситуацию, и они как бы критично относятся к Путину, и к войне, и так далее. И есть основная масса, которая, в общем-то, соглашается или подвержена пропаганде, она, ну, как бы, обычно все эти месседжи пропагандистские повторяет. Но я думаю, что в отношении российских автомобилей, в том числе и ВАЗовских, здесь и та, и другая группа, я думаю, в основном имеет общее мнение. Потому что качество Жигулей, качество Волка, то есть ВАЗ, ГАЗ, они, в общем-то, всегда были ниже нижнего уровня у них был. Ужасные, да, и никто, я думаю, не верит, что вдруг этот уровень поднимется. Может быть, лично для Путина и выпилят какой-нибудь приличный, более-менее, автомобиль. Но в массовом производстве это всегда будет масса брака и масса проблем. Ну вот интересно следить за тем, как меняется или не меняется мнение россиян в ходе этой пропаганды путинской. Предлагаю посмотреть небольшой эпизод о том, как Иван Ахлобыстин очередной раз выдал новую версию вообще, что россияне делают на территории Украины. Оказывается, по его версии, украинцы это такие же россияне. Давайте коротко посмотрим. Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичан, он говорит, ну слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну, ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты. Хорошо, так вы определили нас к вопросу про интерфейс. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, напоминает такого, одно из героев фильма «Бесславные ублюдки». Но вот, Игорь, как все это может сочетаться вот со словами российского мобилизованного, которые вот сейчас я предлагаю тоже послушать очень коротко, и вы, пожалуйста, это прокомментируйте. Я боюсь за свою жизнь. Не от того, что я пришел выполнять серьезное дело, так же, как вот ребята, а от того, что когда мы выполняем задания, по нам же, наша же, арта работает, минометы. Нас хотят искоренить, любым путем обнулить. Мы не знаем, что и как, пока мы здесь, вот, ребята, вот, сами скажите, как есть. Да, все так и есть. Никто не отказывается выполнять свою задачу. Наши материалы не слышали нас больше месяца. Никто не может понять, что происходит. Почему такое отношение к нам? Мы добровольно подписали эти контракты, участвовать в СВО, искоренить этот фашизм. А в итоге фашизм, он среди нас, и пытается искоренить нас любыми путями. Я прошу вас, Владимир Владимирович и вся общественность, вмешайтесь в это. Мы не одни. Здесь много таких людей. Ну, просто взрыв мозга. Украинцы – это такие же русские, только нацисты. Но, получается, мы пришли бороться с нацизмом, но нацисты – это наши, которые нас убивают. У россиян вообще есть какая-то идея сейчас, вот, исходя из того набора абсолютно несочетающихся идей? Ну, понимаете, россияне – это не какой-то один человек или какой-то монолитный организм. То тоталитарные все страны, они хотели бы, чтобы граждане – это были вот как один человек, как монолитный такой организм. Но в реальности Россия состоит, россияне состоят из разных социальных групп, с разными политическими взглядами, психологическим типом и так далее. Существуют люди, которые критически относятся к войне, критически относятся к Путину. Часть из них, конечно, уже сбежала, по последним данным, сбежала сначала в агрессии за границу из России и не вернулась, но что часть людей вернула, сбежала, что называется, с концами не вернувшись. 66 тысяч человек – такое вот число символическое. Но многие люди остались и даже по вопросам не боятся говорить, что они против войны, они против Путина. Миллионы людей, там 10-15%, это в масштабах страны около 10-15 миллионов. Есть люди, подверженные пропаганде. Их ничего не смущает. То есть любые противоречивые месседжи, которые им посылает телевизор, они воспринимают совершенно легко и без всякого напряжения. То есть они, как говорилось в советские времена, колеблются вместе с линией партии. То есть завтра им скажут, что украинцы – это прекрасные люди, и мы перед ними виноваты, надо срочно каяться. Они быстренько подстелят себе коврик и начнут биться головой о пол и каяться, какие они были нехорошие. Потому что эти люди лишены собственной какой-то субъектности. Это просто отражение госпропаганды с клиповым сознанием. То есть они смотрят телевизор, как видят клип. И вот этот клип переживает, и, собственно, этот клип их мотивирует делать какие-то выводы определенные, или даже, скорее, не выводы, а какие-то оценки делать. Поэтому здесь никакая глупость, никакое противоречие их смутить не может. Смутить их может только, знаете, одно. Это вот когда начнется новая волна мобилизации, и в дверь постучат и скажут, вставайте с диванов, отрываясь от телевизора, берите рюкзак и вперед в окопы. Вот это, конечно, им категорически не нравится никому, потому что они готовы поддерживать войну по телевизору, болеть за наших, хлопать в ладоши при каждом очередном варварском налете на Украину. Но воевать большинство не хочет. И, как мы видим сейчас, цена пушечного мяса растет с галопирующими темпами. То есть в России вообще довольно быстро растет инфляция, быстро растут цены, в том числе, кстати, и на мясо. Но на мясо говяжье они растут даже медленнее, хоть и растут, чем на пушечное мясо. Теперь людям, которые вербуются по контракту, платят совершенно немеренные по российским, особенно по региональным масштабам деньги. И даже при этом число контрактников даже по официальным данным сокращается. То есть совершенно видно, что никакой идейной мотивации воевать, идейной мотивации как-то вписываться и отдавать свою жизнь, чем-то жертвовать ради вот этой пропаганды, ради этих целей пропагандистских у них нет. Игорь, вот смотрю новость о том, как Мишустин, премьер-министр России, приехал в Грозный, в Чечню. 56 автомобилей, огромнейший кортеж, просто невероятный каких-то масштабов. Едет по Грозному, в котором новые шикарные здания граничат с абсолютной разрухой. Большой очень контраст. И в этой же поездке сообщил Кадыров после встречи с Мишустиным о том, как он отказался от установки очередного памятника имени себя и попросил вместо этого построить здание социальной инфраструктуры. Вот почему так вот все хорошо у них. Скажите, Кремль переживает за Чечню, переживает за то, что в этом регионе происходит? Или там все спокойно, гладко? Для чего этот визит? Для чего это очередные унизительные отчеты по бумажке? Рассказы о том, что регион развивается чуть ли не лучше, чем все вместе взятые регионы России? Ну, вообще, давно уже ходят слухи, причем не просто слухи, но и информация из достаточно надежных источников о том, что Кадыров все-таки тяжело болен. И судя по его суетливым действиям в последние месяцы, это действительно так. Он явно готовит транзит власти после своей неизбежной кончины. То есть он сейчас расставляет на все ответственные участки своих родственников активнейшим образом, он активно пиарит своих сыновей, кто-то из них, видимо, должен стать его преемником. Он активно, теперь происходят такие родственные браки между Кадыровым и его, и семьями, которые находятся на его ближайшем окружении. То есть Делимхановым, семья, клан Делимхановых, клан Геремеевых породнился с кланом Кадыровых. Видимо, пока его дети старшие сыновья, ну, они все равно, хоть они и старшие, но они очень юные. Там, по-моему, один только совершеннолетний. Пока, в общем, они растут, видимо, если Кадыров раньше скончается, то вот эти кланы Делимхановых, Геремеевых и другие, которые же породнились с кланом Кадыровых, они будут, видимо, в качестве регентов. В качестве регентов при таком малолетнем, или уже не малолетнем, но слишком молодом, с одном из сыновей Кадыровых. И, конечно же, ему нужно, чтобы вот этот транзит власти был поддержан, подкреплен федеральным центром. Именно поэтому, по-другому это не объяснишь, Путин уже дважды позировал с двумя сыновьями Кадырова. Кадыров активнейшим образом ведет тоже переговоры и различные коммуникации с ведущими игроками российской власти, в том числе, вот мы видим, и с Мишустиным. Я думаю, что там тоже обсуждается вот эта именно проблема такой плавной передачи власти от Кадырова к другим представителям, к более юным, к следующему поколению представителей его клана. И кланов близкородственных к нему, в том числе тех, кого я уже назвал. Игорь, ну и хочу вас спросить завершающие темы. Вот недавно заочно арестовали Марка Фейгина на 11 лет. Да, понятно, что он не находится в России, арестовали его имущество. Для чего российские власти это делают по отношению к людям, которые, очевидно, в Россию не вернутся? Я вам скажу даже больше, что я заинтересован в этом вопросе, потому что недавно мне знакомые скинули ссылку, как московский суд басманный в деле о фейках против российской армии, в первую очередь против политолога Аббаса Галямова, и меня еще туда подключил к этому вопросу. Я, честно говоря, даже не знаю, правда это или нет. Вот сейчас буду этот вопрос выяснять. У нас не работают российские сайты, которые с домином.ру, поэтому придется мне VPN подключить и все это уточнить. Зачем они это делают? Ну и осуждают, выносят эти приговоры украинским журналистам, Фейгину. Для кого это? Знаете, я думаю, что здесь не надо искать какой-то рациональности, какого-то рационального расчета, каких-то выстроенных планов, каких-то практических результатов. Я думаю, что это чисто такое эмоциональное решение. Дело в том, что путинская власть и в том числе ее ведущие, в том числе силовые структуры, они отнюдь не всегда руководствуются, и скажем так, большей частью даже, не руководствуются, пускай каким-то негативным, отрицательным, но разумом. Какой-то отрицательный, разрушительный, но рациональностью. Они часто руководствуются совершенно такими параноидальными идеями, безумными совершенно, и абсолютно эмоциональными решениями. Вот они не нас, вот, людей, которые говорят правду о ситуации в России, о преступной войне, которую она ведет против Украины. Они просто лютой ненавистью ненавидят. И в бессильной злобе, что называется, их бьет-колотит. А что вот придумать? Ну, можно попробовать убить кого-то. Но как-то у них киллеры работают плохо. В основном люди, которых они травят, они выживают почему-то. А вот у нас в Берлине убили одного чеченского эмигранта Хангашвили. Так киллер тут же попался прямо на месте преступления. Теперь ему дали пожизненное заключение. И это очередной позор для российских спецслужб. Видимо, поэтому они, скажем так, они понимают, что у них нет ресурсов поубивать всех эмигрантов, которые они говорят правду. Но вот они пытаются делать все, хотя бы то, что могут. Они заводят против нас уголовные дела, выносят какие-то безумные приговоры, которые никогда не будут реализованы. Никакого смысла практически в этом нет. Как вот есть такое выражение красочное, что бьется в бессильной злобе. Вот они в бессильной злобе бьются. И пена идет у них изо рта. Больше ничего. Понятно. Ну, да. Проверю информацию на официальном сайте. Еще обсудим. Спасибо вам большое, Игорь, за участие в эфире. Игорь Эйдман, социолог-публицист в эфире «Украина сегодня». Спасибо вам.